Постконфликтная ситуация в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на вопросы ведущих мировых СМИ. За короткий период времени глава государства дал три громких интервью. Журналу «Национальная оборона», агентству «Анадолу» и французскому телеканалу «Франц-24». Ильхам Алиев раскрыл многие доселе неизвестные подробности ведения Отечественной войны, которая началась год назад, 27 сентября, и завершилась громкой победой Азербайджана, освобождением ранее оккупированных Армении территорий нашей страны и восстановлением территориальной целостности. Он также рассказал и о текущем развитии ситуации в регионе. В нашем сегодняшнем эфире мы обсудим все подробности. Это передача «Глобальная дискуссия», я и ее ведущая Анастасия Лаврина. Здравствуйте! Наши гости – Фарис Исмайлзаде, проректор университета АДА, Заур Садыкбейли, политолог, юрист и Хмеджавадов, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук. Здравствуйте, уважаемые эксперты, добро пожаловать к нам в эфир. Спасибо вам. Добрый день. Добрый день. С вашего разрешения я бы хотела начать дискуссию с Фарис Малема. Фарис Малем, вы у нас на связи с Соединенных Штатов Америки. Приветствуем вас в нашем эфире. И первый вопрос будет немного общим. Как бы вы охарактеризовали такой повышенный интерес ведущих мировых СМИ к ситуации в нашем регионе? И все те четкие, громкие ответы главы государства, которые последовали на вопросы журналистов? Вы знаете, буквально на прошлой неделе была годовщина начала военных действий. Естественно, что весь мир анализирует ситуацию и пытается понять, что изменилось за этот год, какие новые тенденции мы наблюдаем в переговорном процессе и как меняется обстановка на местах. То есть мир пытается, ведущие аналитики и средства массовой информации пытаются понять, что изменилось и какие перспективы нас ожидают. Именно поэтому вот эти три интервью, которые господин президент дал, они были очень важны. И они обозначили некоторые новые, я бы даже сказал, новые такие оттенки в переговорном процессе. И следует также заметить, что эти интервью были даны сразу после Генеральной Ассамблеи ООН. А как вы знаете, там тоже происходили интенсивные переговоры между сопредседателями и министрами иностранных дел. Поэтому именно на этой неделе получилось так как бы вовремя, что эти месседжи были даны мировой общественности. Абсолютно. Химед Малин, продолжаю тему важности и актуальности всего того, о чем говорил глава государства. Ведь были раскрыты некоторые ранее неизвестные факты ведения Отечественной войны, 44-дневной Второй Карабахской войны. А также были даны четкие месседжи. Я думаю, многим мировым лидерам, а также тем, кто заинтересован ситуацией в нашем регионе. На ваш взгляд, вот какова важность раскрытия всех этих моментов и что таится под сказанным? Естественно, есть такие темы, которые во время проведения войны глава государства об этом не говорил. Больше всего меня привлекла вопрос по поводу минской группы, так как господин президент очень четко рассказал дальнейшие действия, которые могут быть в контакте с группой, минской группы. И еще вам хочу сказать, что мы услышали много чего, что ожидали от господина президента, потому что до сегодняшнего дня, до этих дней, когда вот эти последние интервью были, все выступления были более дипломатичными и более, скажем, мягкими. Но после победы, естественно, господин президент ставит в регионе условия Азербайджана. Для меня очень интересны были вопросы, которые задавали со стороны репортера из Франции, потому что я там, многие, не услышал более объективные вопросы. Вопросы, например, такие, как, как вы думаете реализовать, значит, компенсацию со стороны Армении из-за привлечения к ответственности всех тех, кто повинен. Все вопросы были конкретно, как бы, антиазербайджанские. Даже если взять те вопросы, которые по поводу военнопленных, господин президент очень четко объяснил журналисту. Что значит военнопленные? Да, что это после подписания соглашения, они были взяты как преступники. И я думаю, что все СМИ во всем мире должны это знать. Для этого и диаспора много чего делает. Но, естественно, после выступления президента и диаспорские организации тоже берут четкую линию, как развивать эти темы зарубежных СМИ. В интервью с, значит, турецкими журналистами и также российскими тоже очень интересные были, потому что в каждом из этих интервью господин президент давал четкие месседжи мировой общественности. И показал этим то, что Азербайджан сильная страна, сильное государство, у нас есть сильные партнеры, и мы будем вести эту политику и дальше. Абсолютно. Я бы хотела узнать мнение нашего уважаемого эксперта из Франции. Заур Малем, вот как, кстати, она продолжает тему Минской группы ОБСЕ. Журналист агентства Надулу также адресовал этот вопрос господину президенту, ассоциируя это и продолжая тему, возможно ли было предотвратить войну. На что глава государства очень четко ответил, что да, действительно можно было, если своевременно Минская группа ОБСЕ отреагировала бы на все те месседжи, которые посылала азербайджанская сторона, которые могла бы ввести в санкции против Армении, которая могла бы сделать все возможное, чтобы принудить Армению сесть за стол переговоров и вывести все свои оккупационные силы с азербайджанских территорий. Ведь тогда действительно кровопролития можно было избежать. Минская группа на тот период бездействовала, их все устраивало, война не война, мир не мир, хоть какой, главное, чтобы эту ситуацию не открывать, не выносить на обсуждение. Так вот сейчас продолжает тему новой геополитической реальности, когда Минская группа порой делает какие-то заявления, но при этом не приходит ни с какими конкретными действиями, включаясь в этот новый геополитический процесс, развивающийся в нашем регионе. Находясь во Франции, как вам видится ситуация и возможно ли включение Минской группы в процесс в дальнейшем? Ну, во-первых, я уже это комментировал на вашем канале вчера. Дело в том, что президент на самом деле раскрыл очень интересную деталь. Этого, конечно, мы не знали, но теперь ясно, что за 27 лет роль Минской группы, к большому сожалению, сводилась только к тому, чтобы организовывать встречи, передавать месседжи и так далее. Это, конечно, очень печально, учитывая, я открыто скажу, тот огромный ресурс, в том числе ОБС и бюджет, который на них был потрачен. Но я также помню и некоторые заявления, вы помните, когда представитель Минской группы говорил, что он будет пить армянский коньяк, очень вкусный. Вот это всем этим закончилось. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один аспект, который наш отец из Украины отметил, на вопросы, которые были заданы в Франции 24. На самом деле, сегодня ясно, это на самом деле роль нашей диаспоры, это народная дипломатия. Оказывается, Минская группа и вот эти сопредседатели на Западе не понимают. Огромная разница между автономией и самоуправлением. Мне кажется, этот термин путается. И сегодня, если речь, как я и как юрист, хочу сказать, дело в том, что речь идет об унитарном государстве, Азербайджан это унитарное государство, Франция тоже унитарное государство. Если говорить о местном самоуправлении, то в Конституции Азербайджана, я прочитал Конституцию 1995 года, ее изменения, я был очень приятно удивлен, оказывается, Гейдар Алиев покойный, он очень далеко видел. То есть эти Конституции, я просто скажу вам, где это находится, тем, кто наслужит, чтобы они это посмотрели сами. Это, значит, четвертый раздел, глава девятая и статьи 142-146. В них описано прекраснейшим образом, как осуществляется местное самоуправление. И если провести параллели, то во Франции это закон о децентрализации 2 марта 83 года, 82-го. Это знаменитый, значит, закон Деферра. Я объясню в двух словах, как это работает. Это, значит, весь цивилизованный мир работает по этой схеме. Муниципалитеты, органы местного соуправления, значит, принимают какие-то решения. Эти решения контролируются исполнительной властью, префектами, как это называют на Западе, или исполнительной властью, значит, апостериори. То есть это называется контроль апостериори. После того, как решение принимается, префект контролирует законность этого решения. Если это решение незаконно, им дается срок 15-дневный, чтобы исправить. Если они не отправляют это решение, оно идет в суд первой инстанции, потом второй, и дело решается, может дойти даже до Верховного суда. Что происходит, если муниципалитет продолжает, значит, злоумышленить свое действие, то есть несоблюдение Конституции, принимает какое-то решение, его просто распускают на Совете Министра. Так работает весь цивилизованный мир. Это, значит, рамки, которыми ограничено местное самоуправление. Я хочу сказать, что в 144-й статье, пункт 5, 8 и 9, предусмотрены права, которые передаются муниципалитетам. Это, значит, экономические права, сборы местных налогов и сборов, экономическое развитие, социальное развитие, экологическое развитие. Значит, ничего такого. Я думаю, что в этих рамках, значит, оставшиеся все вопросы с армянами Карабаха, которые захотят жить в Азербайджане, должны быть решены. Все те, кому вот это не нравится, они просто, значит, вынуждены будут покинуть территорию Азербайджана. Я уже сказал, есть у нас еще одна проблема о паспортном режиме, о праве проживания. Я вам говорю, это как юрист, который занимается правами иностранцев. Эта тема тоже будет рассмотрена, и российские миротворцы должны будут сыграть в этом роль, потому что, значит, органы Азербайджанской республики, как Асан Хедмят, как миграционная служба, рано или поздно должны будут на этих территориях попасть, и будет тотальная проверка права проживания, значит, на территории, а потом решение, кто хочет проживать, значит, в Азербайджане, и кто не хочет. Кстати, в верном договоре очень часто в международной практике, паризмали не даст мне солгать, устанавливается переходное положение, и срок, в тени которого граждане определяют, в какую страну, значит, они хотят перейти, будет ли они переходить границу или нет. Я думаю, вот это те рамки, в которых, значит, переговоры будут вестись, и, значит, цивилизованные вопросы будут решаться. Во всяком случае, глава государства еще раз подчеркнул, что те этнические армяне, которые проживают в зоне Карабах, они также являются гражданами Азербайджанской республики, и, соответственно, им придется принимать новую реальность и жить по законам Азербайджана. Другого выхода просто нет. Вообще, термин «Нагорный Карабах», он ушел с повестки дня, конфликт урегулирован, и нужно думать только о будущем. Если минская группа, соответственно, готова действовать в этом направлении, то мы готовы выслушать их предложения, как отметил глава государства. Еще одна, я думаю, важная такая особенность, которая была затронута главой государства в интервью, это он назвал трагической ошибкой руководства Армении все те посылы, которые азербайджанское правительство делало на протяжении многих лет, все то, что обсуждалось на встречах минской группы ОБСЕ, о необходимости урегулирования конфликта, о предоставлении конкретного плана. Ведь Армения действительно проигнорировала очень многое, и после этого поплатилась, когда именно через военный путь был урегулирован конфликт, и Армении пришлось позорно капитулировать. Сейчас глава государства Азербайджанского говорит о необходимости подписания мирного договора, о необходимости думать о будущем, о запуске Зангизурского коридора, который выгоден также и армянскому государству, и армянскому народу. Не будет ли со стороны Армении также роковой ошибкой, отказ и нежелание ускорить этот процесс, отказ думать о будущем, а в любом случае умалчивать и наоборот чинить какие-либо провокации? Конечно будет. Я думаю, что армянское руководство тоже понимает, что их будущее и будущие страны зависят от нормального дружеского сотрудничества со соседями, то есть открытие гранит, создание транспортных артерий, экономическое сотрудничество, товароборот с Турцией, с Азербайджаном. Я думаю, в этом вопросе видение всех лидеров региона совпадает. Просто вы знаете, что в Армении есть очень сильное радикальное политическое лобби, которое препятствует этим уступкам. И в данном случае такие партии, как Ташнак Тютюн, они выступают против сотрудничества с Турцией, против сотрудничества с Азербайджаном, против открытия границ. Но все мировые лидеры, это показала и встреча Эрдогана с Путиным, также заявления совпредседателей, все они направлены на то, чтобы в регионе наконец-то был подписан мирный договор, чтобы страны могли открыть свои границы, чтобы была мирная демаркация границ между Арменией и Азербайджаном, и чтобы все страны могли сотрудничать с форматом 3 плюс 3, чтобы транспортные коридоры заработали, и чтобы все страны признали территориальную целостность друг друга. Это единственный формат, это единственный возможный вариант на мирное существование в будущем. И Армения не должна упустить этот шанс. Фарис Малин, позвольте дополнительный вопрос вам адресовать. В частности, в последнее время мы слышали, что даже сам премьер-министр Армении Никол Пашиняна говорил, что возможно стоит начать и переговоры с Турцией, что как бы Армения нацелена двигаться в этом направлении. Но как точно вы подметили, президент Турции Режеп Тейп Эрдоган четко обозначил, что нам нужны конкретные действия. Нам не нужны слова беспочвенные, которые говорит Армения. Если будут конкретные действия, мы можем подумать о возможной встрече и переговорах. Так вот, говоря про платформы, которые предлагает и азербайджанская, и турецкая сторона, это платформа 3 плюс 3, это и запуск Зангизурского коридора. Ведь это действительно наглядный пример, к которым к проектам Армения может присоединиться, и тем самым начать налаживать отношения как с Азербайджаном, с Турцией и с другими региональными странами. Возможно, это и есть действительно тот ход, по которому должна двигаться Армения, и это является путем к нормализации отношений с Турцией в том числе. Абсолютно верно. Я думаю, что для Армении сейчас создался уникальный шанс впервые, может быть, за всю историю, это начать все с нового листа, чистого листа, и нормализовать отношения с Турцией, с соседями, и начать сфокусироваться на экономический рост в регионе. Я думаю, что Армения этот шанс не должна упустить. По крайней мере, Пашинян и победа Пашиняна в парламентских выборах показала, что большинство народа это поддерживает. Они, наверное, больше не хотят войны, они хотят более открытого сотрудничества. И те маргинальные, радикальные группировки, которые выступают против такого плана, они, наверное, время покажут, и я думаю, что в скором времени эти планы обязательно заработают. И эти маргинальные радикалы не смогут оказать влияние на региональную геополитику. Я думаю, что, в принципе, подписание мирного договора и нормализация отношений с соседями, она произойдет, но для этого нужно время, потому что армянское общество проходит через очень сильную трансформацию и очень болезненную трансформацию, и для этого потребуется очень небольшой отрезок времени. Как вы считаете, продолжая эту тему, воспримет ли армянская сторона эту новую реальность с той стороны, что, понимая для налаживания отношений с Азербайджаном и с Турцией, о чем сейчас идет речь, в первую очередь необходимо прислушаться к тем месседжам, которые посылает и лидер Азербайджана, и лидер Турции. Это запуск платформы 3 плюс 3, пока Армения никак не высказалась по этому поводу. Нет, другие недоброжелатели, реваншисты говорят отрицательно, официальная сторона пока молчит. Ну, разумеется, открытие Зангизурского коридора. На сегодняшний день это единственный шанс для Армении, чтобы выжить в регионе как государство, потому что мы знаем, что и экономика Армении, и политическая стабильность в Армении в таком состоянии, что там ежедневно есть шанс для того, чтобы и другие силы, которые управляют Арменией, поменяли политику Армении в другую сторону. Естественно, нужно учесть то, что в Армении то, что хотят сами армяне, это не основной фактор, который движет государство. Есть очень сильная позиция диаспоры армянской, вы знаете, что во всем мире всем известно, что всегда Армения прислушивалась мнению диаспоры. А так как как председатель диаспоры в Украине, я вам могу сказать, что армянская диаспора и в Украине, и в Европе против того, что Армения пошла, скажем, в мирный путь. А почему они не хотят развития для народа? Для них есть другие цели. Они всегда живут идеологией церкви армянской, которая гласит им, что нужно создать Великую Армению. Они очень много денег причисляют в страну. И есть, естественно, у них и политические свои амбиции внутри страны. После победы в выборах Пашиняна мы видели, насколько агрессивными стали армянская диаспора, члены армянской диаспоры и в Украине также. Я думаю, что если Армения сможет принять исторический шанс, который сейчас у них появился, и согласиться с реальными сегодняшними политическими и экономическими, скажем, экономической обстановкой, которая в регионе есть, будущее для Армении какое-то можно будет прогнозировать. А если так же будет, так как мы видим на сегодняшний день, как они себя ведут, зная, что нет другого выбора, оно колебается, как говорится, в политике, то думаю, что и для нас тоже будет трудно, потому что иметь такого соседа, который нестабилен, непонятно, что будет. Говорит о возможной войне, реваншизме. Я вас уверяю, что мы же с ними часто во время 44-дневной войны также в дебатах участвовали и так далее. У них такой настрой, что я сомневаюсь, что в ближайшее время Армения может действительно вот так разумное решение принять и пойти в эти проекты. И очень переживаю за то, что они будут делать все и со своими, скажем, странами, которые их поддерживают. Возьмем и Францию, и другие страны. Будут делать все для того, чтобы давить на Азербайджан. И они ждут момента, чтобы и в Азербайджане, не дай бог, там внутри страны что-то произошло, или в Турции и так далее, чтобы быстро со всеми своими союзниками сделать так же, как... Долго ждать придется. Да. Ну, мы знаем, что Азербайджан и на войне выиграл. И сегодняшний день, то, что они всегда надеялись на то, что у них очень мощная диаспора. И во время войны они увидели мощь азербайджанской диаспоры, которая в последние годы, всем известно, что очень на высоком уровне могут бороться против дезинформации. Поддержать свою страну. Я думаю, что и с усилиями господина президента, главнокомандующего Азербайджана, и также усилиями азербайджанского народа и диаспоры, мы не дадим шанса никакого армянам. И я думаю, что они будут вынуждены играть по нашим правилам. Абсолютно. Вы четко отметили роль диаспоры, в частности, азербайджанской диаспоры, в победе в 44-дневной войне. Ведь многие эксперты и сам господин президент отмечают единство. Единство нации, единство азербайджанского народа, которое сплотилось по всему миру. Все наши диаспорские структуры, организации, все этнические группы, проживающие на территории Азербайджана, сплотились и бок о бок пошли защищать территориально-сосвязь страны. Я хочу отметить последнее обращение господина президента 27 сентября к азербайджанскому народу. Господин президент упомянул там роль диаспоры. И для нас тоже это очень приятно и вдохновляет, естественно, то, что руководитель страны, гарант всех азербайджанцев мира, так четко отметил роль азербайджанской диаспоры в этой победе. Абсолютно. Для меня, как для представительницы русской общины Азербайджана, это тоже очень четкий месседж и очень важное заявление главы государства. Заур Малим, я бы хотела узнать ваше мнение касательно вообще контента, поведения журналиста телеканала Франс 24, потому что если проследить вообще последовательность, как выстраивались вопросы, на что именно пытался обратить журналист внимание господина президента, Хмед Малим уже начал на эту тему дискутировать, действительно задаешься вопросом. А чего хотят в некоторых странах? Почему не задаются вопросы о привлечении к ответственности тех, кто повинен в гибели мирных граждан? Ведь проводились обстрелы городов, которые находились достаточно далеко от зоны боевых действий. Сколько невинных жертв, были убиты женщины, дети. Почему-то об этом не задаются вопросы. Не задаются вопросы о том, почему Армения не реагирует на призывы Азербайджана о мире, о запуске экономических интеграций в нашем регионе, что сулит и дополнительную прибыль, экономическое развитие, бенефиция и политическую стабильность в какой-то мере армянскому государству. Вопросы задаются о том, готовы ли вы позвонить премьер-министру Пашиняна, почему вообще азербайджанский лидер должен звонить премьер-министру Армении. Действительно интересно проследить эту последовательность. Чего на ваш взгляд добивался журналист Франс 24? И как бы вы вообще охарактеризовали это интервью? Ну, во-первых, давайте... Спасибо за этот вопрос. Я ожидал этот вопрос такой очень интересный. Давайте, во-первых, внесем ясность. Я хочу, наши зрители не знают об этом. Дело в том, что есть такая традиция, журналисты, которые работают во Франции, в таких каналах, есть такой, значит, такой, как говорится, маст. Чтобы быть журналистом, нужно иметь определенный багаж, определенный диплом. И есть традиция, что все журналисты, они изучали, как когда-то я, политические науки. То есть у них может быть лицензия или мастер этих политических наук. Второй вопрос, то, что Франция 24 – это особенный канал. Я его сравниваю для меня как Russia Today, RT France, на котором мы несколько раз могли вести дебаты с Арманами. Кстати, единственный канал во Франции, который нам открывал эту возможность. Дело в том, что Франция 24 – это тоже как бы голос официальной Франции. Хоть это и не афишируется, хоть это и говорится, что журналисты, они независимы. Но, значит, нужно понимать, что, значит, то, что говорится на Франции 24 – это как бы позиция французского истеблишмента. Второй вопрос, как Хейпнад Малин совершенно правильно сказал, это негативная роль армянской диаспоры. На самом деле, получается такой порочный круг. Армения не может выжить без денег диаспоры. И диаспора, значит, оплачивая деньги Армении, переводя деньги, она заказывает музыку. Из этого ничего хорошего не получится. Поэтому, на самом деле, единственный шанс, чтобы выйти из этого для Армении, это вот, например, Зангизурский коридор, открытие коммуникации, и свой собственный доход тогда уже, значит, правительство Армении не будет зависеть от диаспоры. Теперь то, что касается вопросов, которые были заданы нашему президенту во время этого интервью. Вы обратили внимание, что, значит, на самом деле вопросы сориентированы. Я скажу еще один такой технический момент, может быть, этого не увидели. Дело в том, что интервью записывалось на английском языке, потому что это Франция 24, но она и на английском, и на французском, и на арабском, и на испанском. Значит, на русском у них, к сожалению, пока нет. Но дело в том, что вопрос, значит, интервью было на английском, и к интервью на английском нет никаких вопросов, она на английском, значит, там виден текст, виден ответ. Когда его перевели на французский, технически сделали вот такую, как бы, скажем, случайную ошибку. Дело в том, что закадровый голос, значит, мастер, то есть на английском, его не уменьшили. И поэтому, когда это интервью на французский переводится, там есть техно. Конечно, для франкоговорящих мы можем это понять, но я вам скажу лично, я приходилось напрягать ухо, чтобы не пропустить важный контент. Было ли это сделано специально или нет, я не знаю, но, как говорится, может быть, случайностей нет. Теперь касательно вопросов. Я уже ответил, значит, вопросы французского журналиста, они касались, да, каких-то военнопленных, они касались, значит, каких-то проблем с РФИ, значит, репортерами без границ. Но меня больше удивило, значит, вот этот вопрос, поэтому я его решил прокомментировать сразу, вопрос об автономии. То есть президент начал отвечать о самоуправлении, я думаю, именно это хотел сказать Ильям Алиев в ответ, ему просто не дали ответить, ему просто оборвали, и поэтому, я думаю, что наша роль, как диаспора, например, распространить это в соцсетях, потому что во Франции должны это узнать. Мне очень хотелось бы попасть не только мне, другим нашим соотечественным, на какой-нибудь французский канал. Я очень говорю в вашем, значит, уже программе, что я мечтаю попасть на Сен-Юз, потому что у них утром есть программа Grand Jury, большой жюри, 2 часа она длится, то есть можно принести целую папку со всеми документами, картами и 2 часа рассказывать. Ну, пусть все армяне там удавятся из этой диаспоры, и Тураньян, и Папазьян, но у нас будет 2 часа, чтобы это сказать. Последний момент хочу отметить, все-таки я оптимист, вы знаете, есть разница в освещении того, что происходит у нас в стране, несмотря на роль армянской диаспоры негативного. Я очень сильно был приятно удивлен, значит, коммунике, который выпустила Ажанс Франц Пресс, и это коммунике ему отправил очень известный французский журнал «Экспресс». «Экспресс» выпустил 27 сентября коммунике под названием, значит, 27 сентября, день памяти в Азербайджане и Армении, но репортаж коммунике, оно очень, вы если посмотрите его текст, оно очень уравновешено. Впервые за целый год мы, значит, франкоговорящим можем прочитать, что оказывается Армения запускала ракеты на азербайджанские города и погибли 94 мирных жителя. Понимаете, значит, вот это то, о чем я говорил. Диаспора, диаспора, деньги, деньгами, влияние, влиянием, лоббизм, лоббизм, но большие компании, которые, значит, большие средства массовой информации, которые имеют престиж, они рано или поздно понимают, что, значит, лить, говорить неправду, это ничего хорошего этого не будет, тем более, правда, рано или поздно нас становится явью, и, естественно, когда-нибудь им припомнят, что они были не объективны. Абсолютно. Рано или поздно, в любом случае, правда, выйдет на поверхность. Да. Абсолютно. И в любом случае, как бы не пытался журналист, такие неопытные попытки были каким-то образом спровоцировать или задать провокационные вопросы, глава государства Азербайджанского очень четко высказал все подробности и ответы на вопросы, и тут немножко вспоминается даже интервью о BBC, которое глава государства давал в период еще 44-дневной войны, ведь на тот период именно глава государства, с его помощью была прорвана вот эта информационная блокада, в которой мы существовали на протяжении долгих лет, сколько интервью господин президент дал в период военных действий, и тогда журналист BBC также попыталась каким-то образом скомпрометировать или задать провокационный вопрос о правах человеков. Глава государства очень четко дал месседж, чтобы обратили внимание на ситуацию в своей стране, и именно это интервью гремело после на весь мир. Очень многие СМИ в других странах мира стали цитировать азербайджанского лидера, говоря, что наконец-то был дан четкий, правдивый и достойный ответ, справедливый ответ всем тем, кто пытается каким-то образом нагнетать ситуацию. Фарис Милалем, если продолжать тему о стремительном восстановлении всех освобожденных территорий, все те, кто приезжают в Агдаум, в Шушу, в Физулии, совсем недавно было закончено строительство международного аэропорта Физулии, уже статус международный аэропорт присвоен этому аэропорту, который был построен всего лишь за несколько месяцев. Все, кто приезжают, удивляются. На протяжении 30 лет все было разрушено. Армяне, которые говорили, что это их территории, якобы древние, не сделали абсолютно ничего, а наоборот, разграбили, разрушили все территории, находящиеся под оккупацией. Сейчас Азербайджан это все восстанавливает. И как в своем интервью глава государства отметил, уже, возможно, в Зангелан бывшие переселенцы смогут вернуться, возможно, в конце этого года или же в начале следующего. Постепенно процесс возвращения теперь уже бывших вынужденных переселенцев будет запущен. Все говорит именно об этом. Так, возможно, когда уже люди начнут возвращаться в заново отстроенные дома, в прекрасно отреставрированные инфраструктуры и памятники культуры, что сейчас идет полным ходом. Возможно, это как раз-таки придаст новый импульс развития принципов мира и стабильности на Южном Кавказе. Ведь после этого уже ни одна страна на Западе или где-либо еще не сможет сказать, что Азербайджан каким-то образом вел себя неправильно, или же итоги Второй Карабахской войны необходимо оспаривать. Вот один из самых интересных моментов во время интервью господина президента было то, когда он сказал, что некоторые армяне в Карабахе, те, кто остались, они иногда обращаются к азербайджанским военным и просят устроиться на работу. Я думаю, что очень скоростное восстановление Карабаха, создание модернизированной инфраструктуры имеет не только экономические цели, потому что, в принципе, регион имеет огромный экономический потенциал и туризм, и сельское хозяйство, и промышленность, и транспортные артерии, но и в то же время имеет политические цели, потому что как только мы восстановим Карабах, как только он зацветет и станет одним из самых быстро развивающих уголков всего региона, то мы, во-первых, покажем всему миру, что Азербайджан является достойным и настоящим хозяином этой земли. Мы восстановили эту землю, мы создали инфраструктуру, в то время как армяне только разрушали ее. Но и в то же время это создаст такую платформу для будущего мирного сосуществования армян и азербайджанцев, потому что если регион будет процветать, если будут рабочие места, то, конечно, армяне, которые остались в Ханкенди, им выгодно будет работать с азербайджанцами, им выгодно будет вовлекаться в региональные экономические проекты, иначе они находятся в достаточно большой изоляции, ни один инвестор в мире не будет инвестировать в эти территории, пока не будет гарантии безопасности, пока не будет легальный статус решен, то есть будет достаточно четкое понимание, что это территория Азербайджана. Инвесторы будут приходить только в этом случае, и поэтому для самих же армян в будущем это самая выгодная модель сотрудничества и участие в этих региональных экономических проектах, инфраструктурных проектах, и это будет достаточно прочным базисом для будущего мира. Фарис Майлум, если вот говорить о ситуации в регионе, и журналист национальной обороны, и журналист Анадулу спрашивали также о региональном развитии Азербайджана и развитии отношений со странами. Скажем, журналист национальной обороны спросила взаимоотношения с Российской Федерацией, журналист Анадулу с Турецкой Республикой. И на оба вопроса господин президент ответил очень четко, что отношения развиваются по нарастающей. Турция наша братская страна, партнер, всегда плечом к ключу с братским Азербайджаном. Ну и с Россией отношения развиваются в достаточно последовательном периоде. Отношения нарастают, развиваются, несмотря на все провокации, попытки некоторых представителей армянского лобби на территории Российской Федерации вбить клин между двумя странами. Если говорить о вот этом развитии Азербайджана, постконфликтном периоде, как, на ваш взгляд, это придало импульс в укреплении двухсторонних отношений Азербайджана с рядом стран нашего региона? Сейчас, в частности, я прошу вас заострить внимание на именно Турции и России, так как интервью было дано с Мейтем. Вы знаете, Азербайджан всегда за последние, скажем, 25 лет всегда придерживался прагматичной внешней политики. Мы всегда за сотрудничество со всеми нашими соседями. Мы редко, бывают такие моменты, когда Азербайджан присоединяется к каким-то санкциями или каким-то военным блокам. Мы всегда за равноправное, многостороннее сотрудничество. И Азербайджан в этом смысле является хорошим примером для других стран СНГ. А что же касается именно посткарабахского, поствоенной ситуации, вы знаете, именно открытие Зангизуцкого коридора, например, создает уникальные возможности как для Турции, так и для России. Потому что если будет построена железная дорога, объединяются железнодорожные системы России, Ирана, Турции, Армении, Азербайджана, то Азербайджан становится таким хабом, который объединяет большие, крупные наши соседи, а с той стороны еще надо учитывать здесь потенциал Средней Азии и Китая. То есть в данном случае и Россия, и Турция выигрывают от этой обстановки, от этой ситуации. И Азербайджан дает сигналы и России, и Турции, и всем другим соседям, что есть большая польза, большая выгода от многостороннего сотрудничества, и все игроки могут вместе участвовать в этом проекте. Я прошу вас также прокомментировать этот вопрос в этой новой реальности, о которой также говорил господин президент, и о развитии двухсторонних отношений, как с Россией, так и с Турцией. Естественно, Турция является братской страной. И я думаю, что больше всего во всех этих проектах нужно давать роль Турции. Как бы это ни дипломатично не звучало, но можно на Турцию полагаться больше, чем на всех остальных соседей. Это нам история показывает, и во время войны мы это увидели, и сейчас. Я думаю, что Турция должна во всех проектах быть партнером номер один. Ну и естественно, и Россия, и другие страны, которые заинтересованы в этих проектах, будут участвовать в этом, потому что от этого никуда не деться, потому что они же являются, скажем, главными игроками в регионе. Но участие Армении во всех проектах, естественно, может быть, как господин президент сегодня и ранее отмечал, участие Армении в этих проектах может быть только после того, как подпишет Армения со своей стороны, также соглашаясь реальной ситуацией, соглашаясь всеми, скажем, другими партнерами и подпишет этот договор. Только после этого Армения может быть полноценным участником этих проектов. Но если, как главнокомандующий отметил, они будут думать также о реванше, то, естественно, все эти проекты будут под угрозой, так как никто и большие организации, компании и страны не будут участвовать в этих проектах. Все это зависит, ключевой момент является после мирного соглашения, как бы можно будет об этом говорить. Абсолютно. Позвольте задать вам вопрос касательно, я думаю, важного момента, который также отметил глава государства, это необходимости предотвращения незаконного въезда иностранных граждан на территории, которые на сегодняшний день, где размещены российские миротворцы. К сожалению, такие моменты имеют место быть иногда. Сейчас постепенно их уровень снижается, но в любом случае это очень важный и четкий месседж, который должны адресовать для себя не только страны региона, но и, на мой взгляд, все другие мировые державы, так как порой именно их граждане ведутся на провокации армянского лобби и пытаются совершить незаконные визиты, что длилось на протяжении периода оккупации. Сейчас это невозможно продолжать в будущем. Как вы можете это прокомментировать? Если бы Азербайджан продемонстрировал бы чуть слабую позицию, я думаю, что эти незаконные поездки и на территорию Азербайджана, и также перевозки незаконных грузов на территорию Азербайджана и через территорию Азербайджана, это все поднималось бы в количестве. Но после того, как Азербайджан четкую позицию поставил и предотвратил это, знаем, что проверяя машины, которые в фуры ездили из Ирана, из других стран в Ханкенде, я думаю, что это как бы решаемо, если мы так будем продолжать это все. По поводу того, что другие граждане как туда едут, я вам скажу, что в Украине несколько проектов армянской диаспоры, которые направлены были против мирных соглашений в регионе между Азербайджаном и Арменией, были финансированы со стороны посольства Франции. Мы об этом узнали во время войны и после этого. Мы сегодня говорили по поводу вопросов французского журналиста. Даже были нами замечены то, что посольства Франции давали тезисы на выступления армянской диаспоры в пресс-конференциях. И когда их лидеры диаспоры выступали, они очень часто использовали эти тезисы. Если эти страны, естественно, мы знаем, что у них есть своя политика, будут это все вести, если даже эти страны будут свою политику вести, Армения должна отказаться от этого. Армения должна понимать, что... Если желает мира. Да, понимать, что в этом больше всех, значит, потерпит поражение Армения. И отстанет, значит, от развития. И не будет участвовать во всех этих проектах. Я еще раз подчеркну, что все это зависит от политического руководства Армении. Абсолютно. Саур Малим, я прошу вас также, как адвоката, прокомментировать, как человека, который хорошо разбирается в правовой системе, вот предотвращение незаконного въезда иностранных граждан на территории, которые на сегодняшний день контролируются российскими миротворцами. А как донести необходимую информацию, чтобы предотвратить эти случаи незаконные? Ну, я вам скажу, что информация уже доходит. Я был приятно удивлен, когда французская журналистка из Лимон, которая составляла со мной интервью, я уже говорил об этом, писал. Ну, несмотря на то, что только один кусок попал, значит, в ее статью, может быть, даже самое главное в конце статьи, это из моего, так называемого, Шушинского дневника, потому что мне повезло побывать на освобожденной территории, значит, 27 июля. Она спросила меня, значит, в ходе вот этой беседы полуторачасовой, как мне сделать, чтобы попасть, значит, на освобожденную территорию и в Карабах увидеть то, что увидят Дельвы. Я ей сказал, вы знаете, это ничего, значит, сложного нет, вы должны обратиться в наше посольство, в консульство с просьбой получить визу, объяснить, значит, цель вашего визита и въехать в страну законным образом через, значит, законные, значит, места, по которым проходят все граждане. То есть в международной практике, я вам скажу, во всех странах это, опять-таки, касается полиции иностранцев, есть разрешенные, значит, места въезда в страну, пешеходные, морские или, значит, аэропорт новые. Значит, все граждане иностранные, которые не имеют прямого права попасть в страну, то есть, например, они не являются членами какого-то содружества, как СНГ или Евросоюз, то есть им нужна виза, они должны обратиться на визу, получить визу и въехать законным образом. Я написал, значит, в ответ, значит, на репортаж, у нас был репортаж по французскому каналу МСИС, Берканарду Вилардер, которому, к сожалению, дали возможность посетить Азербайджан, и он снял два отвратительных репортажа про армянских. Ему очень хорошо мы ответили, написали большую статью и уже опубликовали. Я написал в этой статье, что господин Вилардер, там есть такой момент, он приезжает, значит, через Армению, хочет попасть в Карабах, и миротворцы его не пускают. И он, значит, таким видом спрашивает, что же они делают, почему они нас не пускают. И вот ответ этому Берканарду Вилардер очень простой. Если кто-то попадает в страну, значит, с помощью территории, в которой, через, значит, такой способ, который не предусмотрен законом, он становится, как это называется, как называется, кандистан, то есть это нелегал, нелегальный иностранец. Что происходит с нелегальными иностранцами? Их арестовывают и высылают из страны. Есть практика в цивилизованных странах, так же называется запрет на территорию, который может быть на три года, или окончательно запрет на территорию, когда человеку просто не позволяет уже попасть в страну. Хотел бы прокомментировать еще два момента, значит, наши коллеги сказали в этом. Во-первых, об армянах Карабаха, которые, значит, просят устроиться на работу. Ну что же, это очень хороший момент, я тоже слышал об этом. Я думаю, что в скорейшем времени, как я сказал, Асан Хедмят должен вернуться в Карабах, во все территории, должны организоваться эти офисы. Армянам Карабаха мы уже по радио СБС тоже обращались, и хочу им сказать, очень просто это все сделать. Надо обратиться. Я думаю, они сейчас нас слышат, так как наша передача транслируется и по СБС-ФМ. Да, прекрасно. Значит, они должны обратиться в Асан Хедмят, значит, задекларовать, что у них есть право проживания в Азербайджане, как граждане или как иностранцы, то тоже возможно подписать соответствующие документы, получить их и потом устроиться на работу. Что же касается, значит, России, хочу отметить, это очень тоже очень важный момент. Дело в том, что для меня, как для обозревателя, наблюдателя и политолога, сегодня то, что происходит, это большой, значит, тест для России. Я думаю, что в демалландистических кругах Российской Федерации тоже понимают, что в России есть различные проблемы с различными странами мира, с различными блоками, с НАТО, с Западом в целом. Значит, плохая ситуация, говорят о третьей холодной войне, о новой холодной войне. Так вот, Карабах для России, это тоже большой такой экзамен, это опыт показать международному сообществу, что она ответственный игрок. То есть она выполняет взятые на себя обязательства, она контролирует въезд на территорию, она, значит, я думаю, что к этому тоже придет, российским миротворцам придется заняться полной демилитаризацией той территории, на которой они находятся, потому что без вот этого, вот этих этапов, дальнейшая нормализация, она будет невозможна. То есть нужно просто понимать, что вот эти все, значит, радикалы, как их называют, ястрыбы, которые есть в Армении, в Карабахе, которые, значит, что-то еще хотят разыграть какую-то карту, это все будет обречено на провал. Но для этого нужно выполнять взятые на себя обязательства, и у России в этом отношении есть, значит, большая ответственность перед Международным сообществом, перед Азербайджаном и перед Арменией, как и перед будущим, значит, наших народов. Абсолютно. Глава государства в любом случае отметил, что взаимопонимание с российской стороной имеет место быть, все те провокации, которые чинит армянская сторона и продолжает чинить даже сегодня, они все обречены на провал, и поэтому действительно такая новая реальность, которую скорее должны принять и в Армении, и это действительно важный шаг на пути к примирению и развитию всего нашего региона. Уважаемые эксперты, наше эфирное время подходит к концу, и я благодарю вас всех за активное участие в сегодняшнем выпуске. Спасибо вам еще раз. Спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, в эфире телеканала Си-Би-Си была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Все это время в студии с вами была я, Анастасия Лаврина, наши гости, Фарис Исмаил Заде, проректор университета АДА, который вышел с нами на связи из Соединенных Штатов Америки, Заур Садагбели, политолог-юрист, был на связи у нас из Франции, а также со мной в студии все это время был Хикмят Джавадов, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, доктор юридических наук. Оставайтесь с нами на телеканале Си-Би-Си и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова